В 2010 году в городе Тольятти был запущен проект под названием Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» Один из крупнейших технопарков России Общая площадь его объектов составляет порядка 55 тысяч квадратных метров Объект разместился по соседству с территорией открытого акционерного общества «АвтоВАЗ» на неосвоенном пустыре, где не было никаких коммуникаций Своё участие в реализации такого значимого для страны объекта приняла и компания «Эколайн» Силами проектной группы был выполнен проект очистных сооружений хозяйственно-бытового и ливневого стока А поскольку объект уникальный, то и технологии на нем были применены уникальные Так называемые «шторм-блоки», позволяющие существенно экономить полезную площадь объекта Уникальность представляет безбетонный накопительный резервуар ливневых стоков, монтируемый перед очистными сооружениями Его основное преимущество – возможность использовать поверхность земли над резервуаром Рассмотрим, как работает резервуар Весь ливневый сток по обычной схеме собирается с площадки и отправляется на очистные сооружения через наш резервуар Размеры резервуара ограничиваются только потребностями объекта Если дождь не сильный и не продолжительный, то перфорированные трубы, проходящие под основным резервуаром, справляются и направляют стоки на очистные сооружения Резервуар не задействован Далее рассмотрим вариант, когда прошел сильный продолжительный дождь или происходит обильное снеготаяние Количество стоков, поступающих в сеть, превышает пропускную способность труб Стоки заполняют сечение труб, а затем и наш резервуар При этом очистные сооружения продолжают работать в штатном режиме Монтаж такого резервуара в разы легче и быстрее монтажа классических железобетонных накопителей Разрабатывается котлован, согласно проекту Дно котлована выполняют с траншеями для перфорированных труб После выхода на проектные отметки по дну укладывают геомембрану Которая, по сути, является непроницаемой оболочкой резервуара Трубы укладываются в пазы И засыпаются щебнем фракцией 20-40 мм Выпуски труб заводят в распределительные на входе и сборные на выходе колодцы Следующий этап – это монтаж блоков, которые являются сердцем резервуара Поскольку блоки имеют небольшой вес, его могут перемещать двое-трое рабочих Для защиты от заиливания каждый блок размером 1,20 на 2,40 на 60 см Имеет особую защитную пленку, пропускающую только мельчайшие частицы, которые не засоряют блоки Высокую несущую способность блокам из полипропилена особого состава Придает шестигранная форма каждой ячейки После укладки всех блоков в проектное положение Их накрывают защитной текстильной пленкой Поверх пленки укладываются дыхательные трубы, засыпаемые слоем щебня Весь пирог резервуара смонтирован Остается сделать резервуар герметичным Геомембрана запаивается сверху во всех стыках Заделываются места стыков с прилегающими конструкциями Наш резервуар готов На все работы ушло три дня При размерах резервуара две с половиной тысячи кубических метров Теперь можно выполнять обратную засыпку Причем в помощь экскаваторам можно применять легкую технику Которая может ездить по грунту прямо над резервуаром Монтаж очистных сооружений ведется по обычной технологии И может выполняться на любой стадии монтажа резервуара После выполнения обратной засыпки Монтаж резервуара полностью завершен И можно переходить к благоустройству укладки асфальта К выполнению парковок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok